блин у меня вылетела знаете чё хочу мне так хорошо так и сейчас скажу чё хочу всем привет забыла что мы там говорили так всем привет 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 красотка спасибо спасибо очень приятно так так как валера подписала разрешение на выезд ребенку обычно но пока не нужно у меня от него разрешение там вообще-то у меня два гражданства поэтому мне не обязательно в со вторым гражданством не вообще не нужен шенген так как дела с телефоном что с телефоном телефоном ничего никто ничего не узнался должна была отвести документы но я весь день была очень занята готовилась к дню рождению и короче я не пошла в полицию завтра поеду вот . ты очень красивая и сильная женщина девушка спасибо большое мне очень очень приятно так короче смотрите мне сегодня пишет одна женщина то то ты стала такая если честно мне уже надоелись и вот эти писанина про то как кажется я вся какая-то переделанная там и так далее и тому подобное я вообще не помог где вы видите такие колоссальные изменения просто я во первых похудела во вторых мне сегодня женщина скидывает фотографию где это этим фоткам где-то вы видите вы сейчас видите фотку вот эта фотка 2014 года а вот эта фотка вот посмотрите вы видите какие-то колоссальные изменения вот это вот 2014 год в 2013 году мне сколько лет было мне было я вообще не понимаю просто нет на тот момент не сейчас двадцать шесть лет я уже женщина блин мама но нет я конечно это в небольшой возраст но все равно как бы когда женщине 26 лет и и когда тебе 17 лет ну конечно лицо будет разное там я просто моложе везде эти скрины тата все себя переделала стала похожа там на транса еще на что-то ничего за бред ну вот вам наглядный пример сами же мне эти фотографии скидывайте я не понимают такое ощущение что люди сами хотят это видеть где вы там видите разные лица я честно не понимаю ну вот вот она я ой господи зачем я себя-то приблизила так вот вот она я 14 год вот она я 13 год я ничего другого если честно не вижу просто в одном месте у меня харя жирная а в другом она у меня не жирная все я вот не понимаю почему такие мне вещи говорят мне прям неприятно я молчала-молчала но уже ну как бы раздражает конечно со временем люди хорошеют мода меняется космические средства меняются но все меняется вкус меняется одежда меняется все меняется вы посмотрите на своих мам там сейчас когда мы будем через 10 лет смотреть наши фотографии мы будем смеяться думать на что мы похожи куда веснушки страшное дело во первых мои веснушки не страшно я обожаю свои веснушки они у меня появляются только тогда когда я загорелая загораю или хожу солярий вот видите поэтому я обожаю свои веснушки ничего против них не имею я считаю что это круто вот так вот я тоже когда смотрю свои фотки десятилетней давности типа чувство что у меня миллион пластик конечно мы все красимся ресницы прочь да еще кстати скажу один момент про моих супер натуральных мадам которые везде пишутся и пять копеек вставляют про то что они супер натураль да я вообще без этого всего красавица да у меня там все свое да у меня вот это да у меня то во первых мы женщины всегда что-нибудь делали для того чтобы себя сделать чуть более красивой всегда были какие-то маленькие женские хитрости какого чёрта вы тогда аля супер натуральные красите брови красите волосы выщипываете брови бреетесь что вы там еще делать мазюкаете все равно половину из вас тоналку не умела да вот эти реснички и и и тенюшками почему вы пользуетесь зачем это же не натурально нет не натурально же ну вот зубы я сделала конечно зубы очень меняют вид мне очень нравятся мои зубы а так все тоже самое губы то что так губы как не я делала на что вы сейчас губы делают себе даже вольера блюменкранц кто меня защитил сказал я не понимаю почему все говорят что это все сделано хотя говорит она кроме зубы и губы себе ничего не делала ну реально ну зубы губы зубы понятное дело губы наше время это как за хлебом сходить мне кажется одно дело красить другое дело крытия ну крыти когда ты делаешь операцию меня даже груди нет у меня даже нету груди вот у меня доска два соска где я себя перекроила я не могу понять просто больно блин больно просто кошельку блин косметику дешевле купить зачем я не понимаю почему причем здесь колодца во первых вы что думаете косметологи делают только какие-то во-первых хирурги и косметологи абсолютно разные вещи если вы мои дорогие не ходите к косметологу то это тоже сугубо лично ваша проблема потому что косметологи не только колят губы они еще делают маски для лица кислороды для лица приводят кожу в порядок чтобы не было прыщей чтобы там была сияющая кожа чего только не делают в наше время не понимаю так блин почему света нет я не могу понять может не быть кошечкой нет кошечки не кстати знаете что у меня пропали маски представляете мне больше короче вы меня сглазили походу я поняла что случилось вы все писали что я слишком много захожу кошечкой в образе кошки и у меня больше нет смайликов не смайликов а масок все я теперь больше не смогу быть кошкой только в этом как это называют в сторис Тата в Китае не хочешь жить я обожаю Китай это место где я выросла когда я прожила там все свое детство 12 лет это школа это университетские годы это было круто сейчас я я не могу сказать что не хотела бы но не могу сказать что очень бы сейчас хотела Татик ну расскажи про день рождения Валеры ну что рассказать вам про день рождения Валеры вот меня такую красивую такую прекрасную такую умную замечательную королеву праздника не позвали мне сказали ты ты вот именно ты не приходи вот так и сказали а я так расстроилась думала пойти или не пойти думаю ладно не пойду да ладно шучу ну блин он сказал что типа будет слишком много проблем если я пойду и так каждый день меня в эфирах обсуждают и уже дошло вплоть до того что типа я он мне нужен и поэтому я там и манипулирую или еще что-то в этом роде ну короче что типа будет слишком много разговаривать вот а ему за это а ему расхлюбывать надо будет понимаете разговаривать это мне хорошо я здесь у себя дома никто ко мне не придет ни ведущий ни участники никто вопросы задавать не будет а там то будут задавать вопрос отвечать это так сложно вы же понимаете давайте о чем прикольном поговорим ну все уже надоело про них разговаривать короче все все мы сегодня как лузеры будем сидеть здесь никаких на дни рождений Тата скажи что правда Бетти его не признала да это правда ну конечно как она его признает если она его видела на три раза ну как мы развелись они виделись три раза вот за все это время представляете когда я ушла с проекта ну вот летом в США все это время они не виделись можно грудь покажите ну конечно можно как не можно то глупый вопрос привет Таточка ты очень красивая спасибо большое ты самая лучшая Олесь спасибо моя хорошая мне очень приятно так так сколько ты знаешь языков пять 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 понятие так ну че где вопросы у нас аж три тысячи человек вы можете себе представить я тут наверное должна уже и на ногах стоять и на ушах стоять а у меня до сих пор а я не не несу полезной информации так а если вы Бетти заберу если ты Бетти так подожди Тата это идеал женской красоты блин мне так приятно правда мне прям пипец как приятно спасибо спасибо большое так так что там у нас ну блин ребята ну че вы ничего не задаете или у меня просто глючит что то все медленно Таточка как справляться с ПА во время беременности я не знаю что такое ПА что такое ПА как общаешься что с родителями Валерой Если честно, с Валериной мамой я очень хорошо общаюсь, они меня очень любят, меня очень любит бабушка, меня очень любит его мама, бабушка с ним вообще только недавно стала общаться после нашего развода, мама очень расстроенная, она до сих пор верит, что мы будем вместе, вот, я ей сказала, мама, ну что вы такое говорите, я говорю, типа он вам на язык, ну вот, а так. Будем дома все раскидывать, что, не поняла. Мама где пропала? Мама моя, она отдыхает в Таиланд, она была сначала в Китае, потом поехала в Таиланд, вот они уже в Таиланде сколько, в третьем месяце что ли, может ошибаюсь, но они очень давно, и сейчас мама в марте полетит опять в Китай, и потом уже 17 марта конечная точка, это будет Москва, ну, я имею ввиду за границей, надо приезжать ко мне, либо туда, либо сюда, как-то так. Таточка, нашла телефон? Нет, телефон не нашла, так хотела свой телефон. Знаете, что обидно, блин, мне, если честно, мне обидно, что я его просто, что он у меня, найти айфон в приложении, его никто не включил, ни один человек его до сих пор не включил, значит не нашел. А прикиньте, если он у меня дома, это будет вообще жесть. Я просто не понимаю, почему, как человек мог найти телефон, ну, по-любому, уже сколько, 3-4 дня прошло, почему его никто не включил? Найти айфон, написано, что он офлайн, последний раз он был там, где он был, все. Поэтому, не знаю, странно. Блин, как ножки болят, капец. Тата, ты с Валерой в хороших отношениях? Да, я с Валерой в хороших отношениях, абсолютно нормальных. Вы всегда так эфир проводите в полотенце, да, не знаю. По-моему, я всегда в машине провожу эфир, а не в полотенце. Вот. Как относишься к ситуации «я бы, Алена, я что-то у них новое, там, я просто не знаю, я не смотрю». В смысле, а где ты тело потеряла? Я не знаю, где его потеряла, там фантастическая история. Черт его знает, где он. Ну, вообще, по идее, он должен быть в машине. Но его нет в машине. Значит, он у меня упал, когда я выходила из машины и шла к этому, к подъезду. Ну, я думала, что выронила. Я тут ребятам сказала, чтобы они поискали дворником, типа, что деньги заплачу, и все только найдите. Ну, кто ничего не нашел? Знаете, что обидно? У меня всегда два телефона. У меня один iPhone X и XS Max. Вот XS Max я всегда пользовалась. Ну, такой он был самый главный. Там у меня все приложения, банки, ну, все там. И вот именно его я потеряла. Ну, знаете, я недавно потеряла еще и вот этот X, но мне его вернули. Я думаю, что я должна была сделать какой-то урок, вынести для себя. Но я не вынесла какой-то урок. И вот у меня забрали второй телефон. Понимаете? Под сиденьем смотрела, со сиденьями сзади, спереди, в уголках. Ну, я везде смотрела. Ну, просто везде. Ну, нету места, где бы я не посмотрела. И очень прям жалко. Там все там у меня. Привет из Германии. Германии, привет. Валера, не хочешь к тебе вернуться? Надеюсь, нет. Не думаю. Ну, пока на проекте так точно нет. Верно, я говорю? Так, Тата, скажи, пожалуйста, Валера, что? Не поняла. Ничего. Да, нас реально сегодня очень много. Сейчас стало меньше, потому что, видимо, я билиберду несу. Ну, 300 человек, я сколько уже. Тата, ты считаешь красивый Пинчук? Да, конечно, она красивая девочка. Я, если честно, вот для меня парадоксально, реально парадоксально, я вот сейчас смотрю на Валеру, ну, да, уже спустя время, спустя вот этот замыленный глаз, когда вот нет розовых очков, я не понимаю, что в нем находят женщины. Я не понимаю, что я в нем нашла. Потому что у него всегда были, ну, красивые женщины. Я считаю, что Диана, вот, Ирка красивая, я красивая, Диана красивая тоже была, как бы. Девочки у него такие, хорошенькие. Но что, как бы, мы в нем находим, честно не знаю. Не понимаю. Как перестать любить человека? Ну, вы знаете, можно этому посвятить, наверное, целую тему. Так, расскажи про маму. Она замужем, где живет? Значит, моя мама живет с Александром. У них любовь морковь. Это старики на романтике, я называю. Нет, у них все прикольно. Они очень, ну, как бы, они отдыхают сейчас в Тайланде, живут вместе, зимуют там, летом они в Воронеже. Вот. Привет, девушка, привет. Hello. Да, Валерка, видимо, свои пирамоны раскидывает реально. В нем много что есть хорошего. Просто женщина правильно должна быть с мужчиной. Нет. С мужчиной должен быть мужчина внутри себя. А никакая ненормальная женщина. Вы, женщины, феминистики, меня просто убиваете. Что вы сейчас говорите, что с мужчиной должна быть нормальная женщина? Это с женщиной должна быть с нормальным мужчиной, а не мужчина с нормальной женщиной. Мне прям противно это слышать. Как такое можно сказать? Мужчина должен быть мужчиной внутри себя. Ему для этого никакая женщина не нужна, чтобы показывать ему, как себя вести по-мужски. Он для чего родился-то мужиком? Чтобы ему женщина правильно попалась и научила его быть мужчиной? Вообще, сказка, блин. Поэтому у нас сейчас мужчины такие пошли. Причем тут женщина? Причем здесь уступать? Да, чтобы с мужчиной была... Нет, вы знаете, парадоксально, но со многими ненормальными мужчинами очень нормальные женщины. И также парадоксально, но со всеми... Со многими ненормальными женщинами очень хорошие мужчины, очень интересные. Ты была на Украине? Да, я была на Украине. Так. Замужем? Нет, я не замужем. Я уже в разводе. Так, да, ты в Молдове была? Нет, не была. Так, меня еще убивают сейчас, мне говорят, что я... Что я якобы на проекте сейчас обсуждается, что я как бы хочу там вернуть Валеру. Я там его чуть ли не до сих пор люблю. Но я вообще в шоке. Неужели кто-то думает, что я еще раз бы хотела вот просто взять и сожрать вот это все... Ну, извините меня, сами понимаете, что... Еще раз. Это я что, дура, что ли? Я вообще не понимаю, как такое можно было ляпнуть. Короче, все. Я поскакала. Так, откройте. Кому открыть? Кому открыть дверь? Да. Вот.